И всем привет, с вами Wages of Sin, мы продолжаем играть в Властелин колец онлайн, мы находимся в снежных утёсах, которые я искал... О, так они большие, я-то думал это маленький городок и всё... Окей, так, мы находимся в снежных утёсах и тут мы сейчас возьмём первый квест у стража Кембера, дозорного. Не смей отворачиваться! Привет тебе, впервые в снежных утёсах, да? Так тебе посчастливилось оказаться у нас в лучшее время года, главное не создавай неприятности и не придётся иметь дело со мной. Но вообще я уверен, что тебе здесь понравится, мэр нанял меня, чтобы следить за порядком и оберегать от неприятностей вас, гостей Юрского фестиваля. Для начала тебе следует поговорить с Оной Кай, она проводит состязание едоков, всякое празднование стоит начинать с вкусной трапезы. Вот это, это спасибо, это я за, это я всегда... Ого-го, пироги. Чем я могу тебе помочь? Доброго тебе дня! Не я, Она, распорядительница первого стола состязания едоков. Столов, конечно, гораздо больше, и я надеюсь, что ты сможешь добраться до последней... до последнего раньше, чем объешься до изнеможения. Разве можно устроить праздник без целой горы всякой снеди? А если в зимнем приюте устраивать такой фестиваль, всяк... какого во всем Средиземе не сыщешь. Теперь тебе надо поговорить с мэром. Этот праздник состоялся благодаря ему, и он хочет поприветствовать каждого гостя лично. Понятно. Ну, побежали, поздороваемся с мэром. Привет тебе, охотник, и добро пожаловать. Непременно приводи своих друзей, мы все вложили в празднование этого июля. Меня зовут Уинстон Добродушенс, и я мэр этого города. Оставайся сколько захочешь. Почему бы тебе не прогуляться по городу и не посмотреть, что мы тут устроили? А потом возвращайся ко мне. Ну, собственно, в предыдущей части мы уже тут бегали и смотрели. Город весьма такой, не совсем адекватный, я бы сказал, но тем не менее, выполнен он очень классно и жутко нравится прямо. Прямо Новый год, Новый год. Ладно, давайте там. Нет, спасибочки. Ну, давайте поговорим с супругой мэра. Эй, привет! Привет-привет! Уж поверь, здесь ты ж данный друг. Я Каролина Добродушенс, и мы с супругом рады каждому гостю или гостю юрского празднества. Но не буду тебя задерживать. Для начала тебе нужно пройтись по всему городу и посмотреть, что и как. Так, есть подозрение, что мне кого-то надо найти. Где, где? Вот. Мэйбл Митфорд. О! Надо же, прости, я всего лишь слуга. Вряд ли мэру понравится, что ты со мной болтаешь. Не буду тебя задерживать, только хочу предложить поучаствовать в наших развлечениях. Придется немного пройтись, но, думаю, тебе стоит найти Сисла Снекса, который организует игру в снежки. Он собирает желающих к северу от города. Не слишком близко, но бои на снежках тебе должно очень понравиться. Уже, уже хочу. Отлично. Бежим, бежим. Бежим отсюда нафиг. Нет, все-таки у меня лошадь вот именно для всех праздников. Несчастный случай, уродливый снеговик. Итак... Сначала осталась минута. Привет, вот, наконец-то, на поле для игры в снежки. Битвы здесь идут вдруг с утра до вечера. Заканчивай экскурсию и... Немедленно возвращайся. Мэр настаивает, чтобы гости ознакомились со всеми мероприятиями, а затем уже выбрали самое притягательное. Поговорю с Хабитянкой. С вашим театральным... Че? Я че-то не понял. Я вообще-то начал снежки играть, нет? А че делать? Че делать? Что происходит? Как в снежки играть? Что это? 10 секунд и начало состязание. Ииии... На старт. Начали. Эээ... Эй? Ой, сугроб. Че делать? Почему она первая собрала? Забыл мой сугроб. Почему никакого эффекта? Ааа... Понятно. То есть я пока чисто оглядываю окрестности. Понял? Я вас понял. Значит... Значит у меня квест не в этом. Хорошо. Вообще элегантный снеговик. Элегантность просто прет. Эх... Хе-хе-хе. Красота. Так. Театральном. На это, думаю, мне там надо поучаствовать сразу же. Ладно, давайте в театр забежим. И Ёль. В зимнем приюте. Добрый! О, привет. Любишь театр? Для этого Ёлю мы приготовили отличное представление и привезли его из самого широ. Догадываюсь. Когда закончишь гулять по городу, приходи и взгляни. Обещаю, разочарований не будет. Сейчас тебе пора вернуться к Мэру. Обо всех развлечениях ты теперь знаешь. Но приходи на представление. Ну, пожалуй, с представления я, наверное, начну как вариант. Ну, что-то мне... Да, вот, что-то мне кажется, что я еще не совсем поговорю. Время я могу тебе помочь. Что тебе, драгоценный клиент, надобно? Желаешь позвенеть золотишком и серебром, показать нам жирное пусто? Ну, так показывай, пока ты там обжир... А пока вы там обжираетесь и резвите снегу, мы тут пытаемся заработать на кусок хлеба. Здесь в зимнем приюте никто не рад тебя видеть. Понятно? Никто. Мы, рабы, жадюги Мэра. Устраиваем для него праздники, а он получает за это деньги. Убирайте. Вы не любите нас, а мы вас. Бедолаги. Не сердись на моего друга, зима выдалась нелегкая, плату работникам урезали, и на хлеб едва хватает. Но это, конечно, не повод врубить гостям города. Бывает жизнь ставит тебе под ножки, но я думаю, что мне повезло тем, у кого работы вообще нет, приходится сейчас гораздо хуже. Уверен, Гаррет просто погорячился. Заходи, когда пожелаешь. Надеюсь, тебе у нас понравится. Вы познакомились с зимним приютом поближе, чем следовало. Лучше возвращайтесь к Мэру. Мэр. Ну что ж, теперь ты знаешь, что находится, что где находится, что скажешь, разве у нас не чудесно? Лучшее место для праздника, и придумать-то сложно, но всё-всё, хватит тут болтать. Иди, развлекайся, ешь, играй, сходи в театр. Ешь, ешь, ешь. Так, кругом мэра. Вперёд ещё раз. Надеюсь, тебе понравилась краткая экскурсия по нашему замечательному городу. Новоди, они вместе веселее. Ой, 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 ой. Нихрена себе, 120 штук, вы чё, психи? Надеюсь, тебе понравилась краткая экскурсия по нашему замечательному городу. И развлечения, которые мы подготовили для гостей в этом году. Кстати, мы с удовольствием выслушаем любые идеи о том, как сделать наш праздник ещё веселее. Вирджил Гринфилд в поте лица работает над тем, чтобы раскрасить Йорьский фестиваль новыми красками. Он лепит снеговиков. Снега, как ты понимаешь, у нас хватит на всех. Так что, очень советую отправиться к нему и посмотреть, что к чему. Вирджил наверняка будет рад помочь, а ты собственными руками налепишь снеговиков. И я за. Вирджил, Вирджил-то где? Так. А что за вместе веселее-то? Чтобы получить уникальный наград, золотой жетон. Это мне сколько? 120, потом... 60, наверное, да? Потом 120. Капец. Ка? Йорьская рамка, Йорьская рамка. Нам нужна Йорьская рамка. Вирджил, мы идем к тебе. А, привет! Это ведь тебя прислала жена мэра, не так ли? С возвращением в зимний период. Как видишь, я здесь посвящаю свою жизнь особенному искусству. Слишком часто им недооцениваем... Слишком часто мы недооцениваем художественную сторону простых радостей жизни, например, лепки снеговиков. Если вдруг тебе захочется поработать со снегом, я с удовольствием покажу тебе, что нужно делать. В конце концов, чем больше у меня будет помощников, тем быстрее мы украсим это поле. Привет! Ты поможешь мне, правда? Ну что же, хочешь попытаться? Учти, дело это нелегкое. Помнишь ледяные скульптуры в зимнем приюте? Я творю настоящее произведение искусства, по крайней мере, чаще всего. Признаюсь честно, с этим проектом проблем возникло куда больше, чем с предыдущим поле, попросту не успевает наполняться. То ли погода лютует, то ли эти проклятые снежные хищники, но почему-то мои снеговики постоянно ломаются. Как можно вкладывать в работу душу, если в нее постоянно плюют? Может, ты сумеешь мне помочь? Попробуй скопировать как можно больше моих снеговиков, и пусть это поле станет главной достопримечательностью фестиваля. Ну, давайте, как-нибудь, не знаю, снеговик в шляпе. Найти в зимнем приюте шляпу, найти трубку, найти желудь. Перед вами один из снеговиков. Виржила на голове у него шляпа, похожая на фермерскую. У него во рту трубка, но сделан из моркови, а тело украшено ветками, желудем и угольком. Вы наверняка найдете нужные компоненты в разных уголках снежных утесов. Кусты наверняка где-то здесь. Так. Желудь. Так. Не вижу больше. Значит, еще куст сейчас наломаем. Так. Найти угольки печи. Давайте забежим. Шляпа. Ну, шляпа, наверное, где-то здесь, нет? Кого сперить шляпу тут, а? А? Да. Господи, как же у вас много-то, а? Короче, чувствую, это будет серия довольно... Блинная. Ах, я вот каждый вот этот вот могу скопировать. Ёшкин свет. Ну, я, пожалуй, на запись покажу одного. О, шляпа. А все остальное уже за кадром. Если, конечно, честно говоря, будет время в эти зимние праздники, то, пожалуй, постараюсь пособирать. Так, хорошо. Найти угольки у печи. О, печь. Морковку рядом с курятниками и... Трубку на одном из столов зимнего приюта. Трубка. Далеко не на одном стал ли? Это просто пьяный хоббит уже готовый уронил. Так, и курятники. А где у нас курятники? Понял. Аккуратники у нас их где-то там. А что мне потом надо делать после того, как я все ингредиенты найду? Это, конечно, круто. Морковка. Фига себе псина. Слушай, ты медведь. Ты не собака, ты реально медведь. Морковка. И слепить снеговика в шляпе. А их я не умею. Ингредиенты, собственно, уже есть, называется, да? По-моему, следующее задание по-любому должно быть обжираловкой. Куча снега. Ну, давайте слепим, что ли. Снеговика в шляпе. Ееееееее. Это мое. Снеговик в шарфе. И я получу покосившегося снеговика. Да. Я думаю, на это задание можно легко стрим начинать и все это делать. Ну, да ладно. Снеговиков мы полепили. Давайте займемся обжираловкой, пожалуй. Или что? Или где? Так, тут нам пока рано. Значит, обжираловка у нас, видимо, начинается с верхних уровней. Ты? Нет? Странно. А, я думал, с тебя. Дозор. Не смей отворачиваться. Команда щир. Добро пожаловать, Диагол. Помнится, в этом сезоне тебе удалось славно повеселиться в зимнем приюте. А я, тем временем, сделал свою работу. Охранял порядок в стенах города за ними. Ладно, не буду докучать тебе. Долгий мороз кознему перейду. К делу мэр Добродушникс. Пол Добродушинс поручил мне прогнать из окрестностей зимнего приюта выводок снежных хищников. Каждый июля они отходят подальше от города. Честно говоря, мне кажется, что им не понравилась наша святая весельная. И веселья. Ну, понятно, что им не понравилась. Такой шум. Может, ты мне подсобишь, если хищники уйдут насовсем, нам будет гораздо спокойнее. Давай. Подсоблю. Куда надо? Куда? Куда? Я не хочу из города убегать. Я опять забыл, как пишется этот, как его называют. Клавиша по-английски. Ну да ладно. Я думаю, мы пока и без этого обойдемся. Так, а что у нас находится здесь? Я так понимаю, отсюда вообще выхода-то и нету. То есть это локо, чисто ограниченное скалами. Ой. А тут грибочки. Круто. Тут еще и погреться можно. Ладно, давайте. А, ну то есть, если что, у меня тут есть этот шиф или шиф. Ого! Охренеть не встать. А вы поменьше не могли мне? Иху-ху! Аху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-х издевательство над животными это мой я успел а где они еще до вас а я дважды умудрился 1 хищника спугнуть ну есть небольшой бажик значит в общем если дважды нажать на чир то можно в принципе спугнуть его за один раз что довольно интересно на самом деле знание ускал давайте голый гном бегает похоже он уже нажрался так все хышников нет мы все сделали не уходят ну честно говоря я не удивлен в любом случае спасибо за подраченное на зимний приют время если захочешь повторить завтра найди меня на сегодня я думаю уже хватит так что вот тебе плата за труды круто чё реально завтра в 11 часов до окей обжираловка весь охотник у тебя в желудке с утра маковой росинки не было еще лучше если со вчерашнего вечера состязание едоков и тебе не шутки мы расставили по всему городу столы и каждый ломится от явств тот кто справится с первым за столями получит награду но настоящий приждет героя который сумеет за три минуты обойти все пять столов ну что попробуй что и силы только дождись сначала состязаний и господи я даже не знаю а чё делать то надо я уже жрать хочу давайте быстрее что у тебя есть что вкусно валяется пирог картоха черника грибы ом это уже кто-то несъедобное сделал состязание таков начинается через одну минуту освобождаем место в желудках по-моему вот здесь вот как раз кто-то уже освободил место в желудках что весьма нелицеприятное зрелище ну ладно давайте я пока уйду на паузу и вернусь когда уже состязание будет отсчет идти и у нас остается 10 секунд на старт внимание и начали чё делать хлеб жрём хлеб пирог а чё делать то просто и пирог слишком большой хлеб надо есть они ягоды самое наверное мать вашу да ягоды и грибы ягоды и грибы и да в тебе похоже прибавилось весу с нашего последнего разговора самое время переходить ко второму застолью надеюсь у тебя в животе достаточно места куда 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 так давайте я пожалуй читать не буду просто жрать блин черт побери вареные яйца быстро едятся быстро да какой быстро блин не быстро ни фига короче грибы и ягоды наше все вареные яйца давайте все я уже не успел давай 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 быстрее 10 секунд вареные яйца хрен с ними короче ягоды грибы не успел да ну вас реально за последнюю секунду можно сказать не успел что мне теперь опять ждать сутки что ли здравствуй я могу не желаем монет для участников уже второй стол покажется тебе серьезным препятствием так что получать призы ты начинаешь прямо оттуда и дальше награда будет расти после каждого успешного ну понятно вот такая вот хренатенько ладно продолжим андейл чэнс ледяной холод поверить не могу диагол страж кембер и его подручный за всех сил пытались выгнать городскую бедноту из города но я и представить не мог что тем же самым займутся гости фестиваля и куда спрашивается беднягам теперь подастся конечно одного двум удастся проскользнуть обратно а вот остальным не поздоровится зимние вихри пришли в снежный утес и принесли с собой леденящую стужу боюсь я боюсь что изгнанные из города бедолаги замерзнут насмерть пожалуйста диагол помоги им я не могу бросить работу и начали лишусь жалования но быть может ты что-нибудь сделаешь с вихрями они собираются на замерзшем пруду к северо-востоку отсюда и недалек недалек тот час когда они приблизиться городским стенам прогони их спаси моих друзей ой я еще и квест не сдал один дух милосердия минуту хрена себе учу офигели меня нет столько кого я вижу это же диагол луч света в моей темной жизни сегодня утром я наш я шел по городу и видел своих добрых соседей людей которым приходится гораздо хуже чем мне и мне было нечего им дать представляешь это каждое утро и каждый вечер я рад тому что имею но жизнь была бы лучше если бы у них если бы я мог чем-то поделиться увы мне надо кормить детей платить за дом медика не остается о как бы я хотел сделать хоть что-нибудь может быть вскоре мэр до бродушинс поднимет нам зарплату я смогу раздать кое-что бедным внимание для выполнения задан необходимо раздать 5 праздничных жеконов я всех ненавижу вы ради минуту нужен праздничный жетон а я тебе не отдам тебе по моему он нужен чем я могу тебе батюшки мои сколько тебе доброты диагол хоббит твою великодушие просто поражает так б броши гуганов нафиг 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 и но 9 ладно это у нас есть значит прошайка ну ты еще надо тебе надо понятно я больше страдания сколько доброты с незаправедных времен не видел я такого благородства хоббит добрая душа и я этого не забуду да может быть не все читал правильно но сколько ты нет хочу линчай восприятие что же так еще я чё за четыре серебрянь получит охватить подожди подожди этом не по щедрый охотник твоя доброта безгранична имеет имя поднимите его не вообще я не согласен с тем как празднество идет ваш первый раз я считаю должно быть дважды то есть вот допустим я первый раз я вообще не понимаю чем делать и чё и сутки должен ждать а если празднество закончится что и делать было так вот милосердие еще два тут это туда туда-туда-то туда-то елка что-то стоишь где-то где ты бомжик таки бичуган ну чё за невидимость на это облом так а вот не вросли мои глаза ты время дашь мне жетон и я не знаю что сказать ничего не говорит ой нормально приземлился думал что сейчас мне настанет каюк а вот ты где это мне просто так не знаю чем заслужил такую щедрость но буду стремиться сделать это снова спасибо тебе для был вот жека джансона светлеет и чё я с этого поиме 3 серебряника говорят ты раздаешь беднякам заработаны тяжким трудом неслыханно чедрость уверен ты никогда не пожалеешь а содеянном эти бедолаги наконец-то смогут купить себе горячие дыр я тебя убью руками за душу за этот квест честно слово так нам надо по ходу снеговика сдать нашего показать что мы все-таки молодцы и мы его сделали я радую твой подход к творчеству лепки снеговик твои снеговики не хуже моих пожалуй я вновь поработал поработаю с тобой завтра уверен со временем ты достигнешь настоящего мастерства вот тебе немного монет за труды сенкс все за я не смогу слепить все за один день твою налево пойдемте разгонять вихри более глупого занятия еще не занимался это как у короля и шута есть песня когда мужик воевал с ветром метлой примерно тут видимо также будет ой они чё живые пицца лайф и чем них убивать надо ой и правду дать неплохо называется с вихрем воевал падает а ты кто так понятно страж страж ты кого-то бить пытаешься да понятно ты походу охраняешь всех бедняков которых заперли в этом доме печально так а чё с дебав кладется минус 25 к скорости бега буран вот они плохо хороший дебавчик нам этим временем возвращаемся что за юрский фестиваль присоединиться к веселью снежных утесов вы добрались от снежных утесов присоединяясь к веселью и выигрываете мешок подарков без бы овощи я только за я уже присоединился полно как мог а мог был крепкий парень так ну значит у нас на самом деле так-то много квестов много но они все по одному разу за день логичного сам-то дико ледяной холод спасибо дегол я буду спать спокойнее знаю что моим друзьям хотя бы сегодня не грозит смерть от зимней стужи хотя боюсь вихре еще вернуться и тогда мне вновь понадобится твоя помощь да не за что поэтому незнакомому ду ой доброму дружку поможем снова ты возможно я погорячился в нашу последнюю встречу пойми мэр добрушенс добродушен так ведет дела что вы гуляки ни в коем ни в чем отказа не знаете а нам приходится голодать но с тобой кажется можно иметь дело хотя мэр тебя любит если ты хочешь чтобы мы с ребятами еще больше тебя зауважали может не откажешь немного подшутить над мэром а заодно и помочь городской бедноте мэр приготовил фейерверк и сложил их на вершине лестницы хочет удивить важных гостей давай-ка запустим их прямо сейчас и мэру праздник испортим и богатых гуляк отвлечем а тем временем обчистим их карманы беднякам эти деньги очень пригодятся гораздо больше ну смотри я на это пойду я думаю откуда здесь все эти фейерверки это милиция приятная поза получила да было бы было бы был бы вечер был бы конечно круче мне еще обчистить надо людей манны кого ротодеев ууууууууууууууууууууууууууууууу вот оно как Капец Нет, всё, ничего, но я не думал, что мне ещё и воровать придётся в итоге Аааа, ещё раз, азеи Слушай, у них вообще деньги-то остались, нет? Мне кажется, у них вообще денег нет Капец мне Вернуться Мдааа, подстава, подстава Здравствуй Ну и зрелище получилось Диагол, а мэр-то небось подскочил как ошпаренный Отлично, отлично Вот, забирая половину добычи Остатков хватит на ужин Мне и моим друзьям На, давай, удачи тебе Хе, чертяга языка Уговорилась, сволочь, обворовать Ладно Ну, я, как опять же повторюсь Серия, скорее всего, затянется на час Так что вы не удивляйтесь Я её резать не буду Я специально буду Именно Все квесты покажу И тогда уже уйдём на Окончание серии Отлично, дружище Присядь-ка в огне на минуточку Сколько можно работать? Тебе и так уже Причитается мешок подарков Приходи завтра Подарков будет больше Да я здесь жить, по-моему, буду, если честно Давайте откроем заодно Откроем мы его вот после вот этого дела А вот теперь откроем Угу, я семь жетонов получил Так, это пока открывать не будем Угу, сенкс варимач Дозорный, прогони их Нет, это просто возмутительно Попрошаек нужно немедленно прогнать Мэр выразился предельно ясным Плевать, куда они пойдут Главное, чтобы наши дороги Дорогие гости Не увидели этих оборванцев Мэр хочет, чтобы город Выглядел идеально Чистым и счастливым На протяжении всего празднества Пусть нищие Уберутся с улиц Как можно скорее Ищешь чем заняться В перерывах между Игорящими Помоги мне разобраться с ними И я без... Я и без того страшно занят Я хорошо заплачу Бомжик Прости Учти, но ведь Страж чембер Уже прогнал меня с городских улиц Куда ж дальше Вы не имеете понятия Куда можно податься Бари ту худу Но еще раз напоминаю стражу что Кемберу это безразлично Хорошо отойду-ка я подальше А потом Страж Кемберы Скажите мне убираться еще дальше А потом еще дальше Твоя сволочь, это мой был Ну все, хорош, пропадай Ой, все, я понял И ты уйдешь там куда-то в Зажопинск Ну, короче, вы меня уж Простите, но, видимо, читать я не успею Тут слишком много людей А эта лока, она не хабом является То есть тут действительно вся лока живая Иначе вообще тут Не то, что на час, часа на два Неплохо развлек... Похоже, вы, богачи, неплохо развлекаетесь Сидеваясь над нами, я отсюда И нахрен Ладно-ладно, я ухожу Но вы, богатея, свразительно поступаете с нами, бедняками Разве не из-за вас? Мы потеряли все Денег в мире на всех не хватит Еще один стакан наполнен до краев На второй уже не хватает Но мне же некуда идти Чего хочет мэр? Поверь, больше всего Мне бы хотелось исчезнуть, чтобы не смущать богатых людей Но я человек из плоти и крови И не могу раствориться в воздухе, как клочок тумана от порыва ветра Да Неприятно как-то мы делаем Но... Что поделать, что поделать Пьенкова хочет мэр один здесь А он сидит Черт, побери Так, ты, поесть Конечно, просить милость Недостойно мужчины Но для нас С сестрами на остальные Легкие времена Мы очень голодны Вот мне и показалось Раз вокруг столько богатого народа Может кому из них Не жалко будет подать монетку бедняку А мне бы как раз хватило на хлеб Но вижу Мне здесь не место Что ж тут поделаешь Найду другое подальше от глаз богачей Прости великодушно, что так получилось Стоятки Это все, мэр виноват И самый последний на спуске Где-то, где-то тут, да? Эй, ты где? Ай-яй-яй Хранитель очага Да Все нынче прогоняют бедняков Увы, меня поймали Пожалуйста, хоббит, не злись Умоляю, тут так холодно Долго я не просижу Честное слово Мне бы только чуть-чуть погреться у костра А? Кровь в жилах стынет Вы сурово смотрите на вилы Хайда И повторяйте пока стража Кембера Да-да Я расстраиваю гостей Прости великодушно Ухожу уже Покраснел от мороза Но он с грустной Он с грустной покорностью Бредет прочь от огня Это на самом деле печально Но че поделаешь Вот такие мы нехорошие Чего тебе? Гляди-ка, нищие-то пропали Как тебе удалось? Не знаю, но сработало на совесть Вот и награда Как обещал мэр Будет доволен А значит я буду доволен Дела идут просто замечательно Да ну тебе нахрен Козел ты Мэр, сволочь Мэр Уху-ху-ху Позвольте Дрова наносит ответ на удар Угу Ты же знаешь Мэра ему подавай Только Подождите Вот это давайте уберем На скачке тоже уберем Простите Не в этот раз Видно Ты же знаешь Мэра ему подавай Только самое лучшее И попробуй от него Что-нибудь скрыть Говорит Что мы должны Использовать Только самые крепкие дрова К нашему несчастью Дрова Мы Добываем С очень Злых деревьев Жить-то и только Мы рубим дерево Оно рычит И бьет нас Длиннющими руками В прошлый раз Мне не слабо досталось Так что Может быть Ты сходишь за дровами Сдается мне Никакие Это не деревья Без подзрения Что да Хочешь мне помочь У меня столько дел Просто голова идет кругом В одиночку не справиться А ведь нужно Разнести закуски Еще стольким Голодным гостям Может ты возьмешь Может ты возьмешь на себя Часть готовки Так посмотрим Нам нужен хлеб Ягоды Грибы И яйца Пирогов пока хватает За кавыков В том Что жена мэра Требует Использовать Только свежайшие продукты Так что Побегать придется Изрядно Главное что не на время И то радует Позволь мне закончить Знаешь Диагол Иногда я до отвращения Ненавижу свою работу Мэйбл Никогда не справляется С тем За что берется Честное слово Я запросто Поменялся бы Местом С нашими Попрошайками У них то жизнь легче Самое отвратительное Это мусор Отставшийся После гостей Фестиваля Вонючая Склизкая гадость Объедки Объедки С конкурса Едоков Мэрова жена Требует Чтобы Гости Ничего этого Не увидели А сама по себе Грязь Никуда не денется Я не могу Я просто Не могу Притронуться К этой гадости Я даже смотреть На нее не могу Мэйбл Продолжает твердить О своей занятости Кстати Ау Тебя похоже Не делал не так много Вот спасибо Сволочь И тебе того же И туда же Стой Да слушай Большие бочонки Я не волат Не за меня бочонки Почти опустили Я же Перерабатываю Понимаешь Поверь Никогда тебе Не встречались Такие умелые Работяги Как я Я настолько Заработался Что решил Дать себе Отдохнуть И улизнул Что Быть Посмотреть На развлечение С другой стороны И празднует Так Умаялся Что Свалился И полдня Проспал Без задних ног Отлично Теперь гости Жалуют Что бочонки Пустые Ты не наполнишь Их Я бы Сам это сделал Да Мне обещали Танец Сволочь Пойду Ооо Какая Гадость зловодная куча мусора чего только не оставит после себя а мерзительная лужица непонятного происходить чего только не оставит после себя эти гуляки да господи какой ужас тарелка с объектами недавнего пиршества чего только не оставит после себя эти гуляки это вот тут главное и не на время и делать хочешь а так это была грязная тарелка а это думает еда хорошо что это не съел такая тишина глава так учу что все пропали отсюда вон тарелка такое ощущение я уберу под тобой эту лужу ты не против а тут в ней лежишь я хотел сказать я уже не помню мне нравится что фу заполняется строка так но надеюсь что вот эти вот все остатки они пропадают именно для меня то есть именно я их вижу что мы пропали господи я так тоже хочу зловодный мусор амерзительная жижа каким только дерьмом мы не занимались в этой игре блин а очень хотел сказать чему посмотрим что на этой тарелке грязно лужица то я не хочу даже знать что там было неважно вот такой чушь там раки лежат нет все таки гадость какая-то да нет типа гороха и мясо и значит такой неважно думать только еще не только не заставляют делать а печка что-то мелькает ну да 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 тоже убираешь тебя тоже заставили нет действительно вижу только я как это убирают они уже используют смотрите-ка 10 из 10 и и и печь зимнего приюта о чем мне с ней делать в этой печи готовят восхитительное угощение предназначенное увы не для вас на ну ладно мне надо чуть делать готовить пищу испечено хлеба один из трех хрена себе да без боя не мне такие краски нравится честно говоря все хлебушек есть полный бочонок куда хозяин куда бочонок а куда его реально отнести не попасть на городского стража тебя бочонок отнести эй да да бочонок помню просрал квест генеральная уборка и никакого мусора или лучше но наконец-то у меня тошнила от одного взгляда на них гадость да и только нет пора все-таки менять работу точно уж позволь мне закончить забрать бочонок хорошо сейчас мы побежим забирать бочонок и отнести полный бочонок на праздную площадь Это же праздная площадь. Куда? Угу. Куда эту хрень нести? Зимний приют. Где праздная площадь? Я не понимаю. Не, реально непонятно, блин. Что делать-то? Так, хорошо. Наверное, тут должны быть бочки тоже, нет? Нет. Здесь праздная площадь, нет? Площадь, человек. О, кстати, ночь наступает. Заметьте. Не смей отворачиваться! Просто, честно говоря, не понимаю, где эта праздная площадь находится. По мне-то тут всё, праздная площадь. Это просто тяга. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот ты бежишь. Вот вы идёте Так, ты просрала бочку Ты идёшь, хорошо Идёшь ты вот сюда Эээ, и всё, что ли? Господи, я-то думал Ну, вот, собственно, и ответ На вопрос, куда Стой! Дослушай до конца Не буду тебя конца слушать Я просто думал, что прыгать-то нельзя Так можно было просто спуститься Ну, чё там, где? Ой, дозорный Ходят тут всякие, ходят Ходят и ходят Слушай, это реально быстро Да, не за что Я, я, пожалуйста Давай мне Вот чудо, я спасён Знаешь, где голова? У тебя неплохо получается Если хочешь, я дам тебе ещё пару поручений У меня ведь столько дел Нет у тебя поручений Славки, Господи, что нету Так, ну что, дрова наносит Ответный удар Яйца нам нужны Грибы нам нужны Грибы Всё Отбой Грибы я помню где Кстати, что самое интересное Иду на рекорд Рекорд я имею ввиду по записи Охренеть Ого-го Печаль, тоска, несчастье Знаете почему? Потому что у меня на жёстком диске Осталось всего 180 гигов На тороп Блин Ну ладно, не важно Не-не, спасибо Не хочу Так, грибочечки Давайте пособираем грибочечки Всего 5 грибов Да без боя вообще Так Самое смешное, что Грибы-то кончились А, всё Я всё собрал Интересно Так Раздобыть Самые лучшие дрова Ну, поглядим, поглядим Судя по всему Что? Свежие ягоды с курта А, ну всё, окей 5 штук А то я хотел сказать, что нам одну только надо А тут их аж 5 Наверное Блин Как прикольно всё сделано Либо Ну, хотя я играл последний раз Года два назад Да Чёрт Они пропадают, нет? Ни-кашки 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 Остаются Так что Ничего страшного Так, нам остались куры И куда-то туда нам Если бежать То будут Будут дрова Кто за мной не гонится? Никого Злые, говорит, деревья Мы их руем А они на нас кидаются Ни-хера себе А дерево Это действительно злое Классно Мне нравятся такие деревья Такое дерево Я чё-то Не прочитал нормально Ворчаливые Ну да Слушайте, а если я первым уровнем сюда прибегу? Фигасе У них ещё и дроп идёт Круто Очень бесполезный дроп Но Он есть А это главное Он грубо Точильный брусок Мне даже дали Не, я же убил Да, убил Так Давайте теперь До курятника Доедем А то мы так долго идти будем Теперь нам надо Все на сесты проверить Сейчас ещё небось В некоторых на сестах Яиц не будет Или везде будут Вот Сделали, видимо, попроще Даже не мучиться Так Окей Два квеста готова Мы сейчас будем проезжать мимо Снежков Ооо Попозже Попозже Давайте всё-таки с городом завершим Блин, то, что снеговиков нельзя лепить Хотя бы двоих Это плохо Я просто вряд ли каждый день Буду вспоминать Заходить в игру Давайте сдадим квестики Накормить накормленных Спасибо тебе, Диагол Уф, гора с плеч Я боялась У нас кончатся ягоды Но теперь их слегка хватит До конца пира Не знаю, что бы и делала без тебя Здравствуй Ого Вот это куча дров Нелегко тебе пришлось, наверное Большущее спасибо, Диагол Поражаюсь твоей храбрости Благодаря тебе, мои царапины Успею зажить до следующего похода в лес Так, ну чё У нас осталось, походу, только театр Театр снежных утёсов Не спеши Чайку попьём? Приветик Ты гость здешнего празднества, не так ли? Рач чудесно Я впервые в зимнем приюте И скажу тебе чудное местечко Не правда ли? Я работаю на господина Шекспирта Угу Шекспирта, да Владельца трактира Зелёная лилия А ещё он директор Огромного Огромного чего? О, конечно же театра Совсем Я ум потеряла вообразив Будто все она знают В трупе огромного театра Собрались ораторы, барды И прочие весёлые ребята Из зелёной лилии Господин Шекспирт Собрал их, чтобы Развлекать клиентов И они, как всем Так всем понравились Что решили поехать на гастроли Господин Шекспирт Попросил меня найти Те, кто сможет оценить Представление С нами Пришли двое критиков Из Шира Но они Ну вы С ними ещё встретитесь Сегодня вечером Мы даём особое представление Показываем оду старому Кровоклыку Очень советую её посмотреть Да я с удовольствием Давайте посмотрим О, а это уже Хаб, слава богу Сувенирная лавка Что за славный денёк? Прозвище Космический герой Приветствую себя Почувствуй себя критиком Покупай Чё? Чё, 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 чё Что за славный денёк? Подожди, подожди, подожди Как поживаешь? Милые Яблоки или лепестки Эээ Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ я нет не то давайте на равно и 0 у меня на них в принципе ничего не что вот она как и все типа сразу же вместе с этим происходит кого надо яблоками швырять кому применимо это печально что так человека закидывать нам Чё? Брос? Короче, сами читайте, я просто пока втираюсь чё к чему. Так, ладно, мы что-то не с самого начала, следующее будет уже с самого начала, я попытаюсь всё-таки прочитать чё к чему. А просто швырять в него можно? Нельзя, да? Жалко. Я бы ещё кинул. А зачем я их 100 штук купил, блин? Так, ну, господи, ну это были мои глаза. Ну, то есть, в принципе, вы поняли, то есть, видимо, кто-то на сцену вылазит, кто-то за сценой швыряет. Да, розы давайте ему дадим. И, соответственно, надо смотреть вот это представление и читать чё к чему. Ну, я уже, так как не копируются на родище. К огневых фруктов, так огневых фруктов. Да что ж, ребята, бедолага. Ну, я же кинул, алло. О, блин. А, пардонте, я жал на девятку и на ноль, надо было на равно и минус. О, гандарт фейерверки запустил. Ой, чё делаешь? Хе-хе-хе. Что происходит? Почему это отцовет? Так, и... Гнилых фруктов. Да, без проблем. Наша история подошла к концу. Так, интересно, ячаек успею налить? Ну, короче, придётся читать чат, потому что очень часто... Очень часто просто закрывается. Всё, что ли? А как же выход на бис? Ну, в принципе, да. Что-то интересное. Вы посмотрели представление. Был дело. Кэн начнётся. Эй, приветик! Игра на сцене делала несложное. Выражая свои чувства эмоциями, оказавшись на сцене, повернитесь к зрителям и дождитесь своей очереди. Затем используйте встроенные эмоции в ЭКО. Какие эмоции нужно выражать? Эй, приветик! Неопытные актёры тебе помогут прослушать команды. Компьютерные персонажи на сцене помогут вам во время пьесы. Главное, успевайте вовремя подбирать эмоции, в соответствующей повествовании вы можете использовать любые встроенные эмоции в ЭКО. Но зрителям больше нравится, когда эмоция соответствует тому, что происходит на сцене. Ну, это ясненько. Не беспокойся, что упустишь момент, всё уже устроено. Следи за подсказками. Когда наступит ваш черёд действовать, на экране появятся уведомления, и у вас будет 10 секунд на выбор эмоций. Эй, приветик! Да как угодно. Например, можно кричать и хлопать, и топать ногами. Ничто не выражает мнение. Критика лучше лепестков роз и гнилых фруктов. Купите у театральных торговцев гнилые фрукты и лепестки роз снежных утёсов. Обычные здесь не подойдут. После того, как один из актёров выразит эмоцию, выделите его и оцените представление. Как стать актёром? Если нам требуются дополнительные актёры, мы наберём их из публики. Актёры выбираются случайным образом. В начале представления необходимо, чтобы в зале было хотя бы 3 зрителя, иначе спектакль не состоится. Если игрок находится в режиме не у компьютера, он исключается из списка потенциальных актёров. Подождите. Я в туалет хочу. Так, ладно, давайте пока. Я на секунду иду на паузу и вернусь. Такс, 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 такс. Говорят, представление скоро начнётся. Добрый вечер, господа и дамы. Театр снежных утёсов совместно с актёрской труппой огромного театра с гордостью представляет вечер изысканных яст и утончённых развлечений. Этим вечером я буду с вами. Мы вынуждены отменить. О, да старому кровоклыку, сволочи! В роли Бильбо Торбинса выступит Джавин. Но пока наши новички в роли Гэндальфа Торбинс. В роли Гостя выступит Мелодиса. Эээ. Ну, окей. Вообще, опять задерживаю. Да что ж за беда-то. А можно мне туда же? Я там же тоже хочу. Кажется, пора бы уже привыкнуть к задержкам. Нет, к чудовищной игре. А, вот в самой критике, да? Ржут гады. Ой, господи, нахер я их купил тогда столько. Надо было пять штук купить и успокоиться. А всё равно сто штук не выпали явно. О, хорош. Давайте уже начинать. У меня в роли никого. Так, товары услуги. День добрый. Окей. Эй, приветик. Космический герой. Гнилые плоды. Мешок с лепестками. А нафига мне это? Ещё и. Подмостки. Небольшой предмет для двора. Ой-ой-ой. Ой-ой. Началось. Загадочное исчезновение старого Торбинса. Не так давно в сонном городке под названием Хабитон уважаемый господин Бильбо готовился праздновать свой день рождения. Я очень жду вечеринку господина Бильбо. Я слыхала, что он не поскупился. Каждый гость получит мешок золота. Но как же, почтальон только что доставил приглашение. Так, дневых фруктов. Понятно, она должна была эмоция. Этого нет в сцене. Ты иногда ведёшь себя так глупо. Весь шир предвкушал события Хоббита. С нетерпением ждали этого дня. Поглядывая на календарь, но не у всех гостей были добрые намерения. Ага, Гэндальф, наш план сработал. Праздник старого Торбинса уже на носу. Что за коварный план ты задумал, а, Гэндальф? Да, я его выделить даже не могу. Капец. Вот, наконец, спасибо. Очередь из гостей встроилась от круча аж до самого трехудельного камня. А Бильбо стоял у ворот со своим племянником и приветствовал каждого. Бильбо праздник удался. Я уверен, этот замечательный день ничто не испортит. Посмотри, это же наши родственники шерстолапы. Почему бы тебе не приветствовать их, дядя? Хорош. О, действительно. Совершенно верно, дядюшка. Мы очень рады, что ты с нами отдыхай. Праздник оказался на редкость удачным. Играла музыка, еды и напитков не было в достатке. Однако, многие с подозрением оглядывались на некоторых зловещих гостей. Должна признать, никогда я так не веселилась. Но кто пригласил этого гнома с кислой миной? Ну и как тебе праздник? Ну что ты, эмоцию будешь какую-нибудь делать, нет? А то опять яблоками закидаем. Думаешь, а кстати, что ты думаешь? И праздник продолжался. Весь день до самого заката. Пока хоббиты готовили ужин, другие готовили нечто совершенно другое. Все идет во план, Гэндальф. Так, Гэндальф, тебя выделяем, видимо. Никто ничто не подозревает, даже гнусный Фродо. Ну что, ты готов запустить нашу ловушку и выкрасть сокровища старого Торбинса? Хорошо, значит надо поторопиться. У нас не так много времени. Вокруг праздничного дерева поставили палатку, где расположился сам Бильбо и его гости. После праздника Бильбо и Фродо встали. Пришло время праздничной встречи. Все, собравшиеся с большим нетерпением, ждали, что же скажет Бильбо. Мы, Бильбо, очень рады, что вы пришли. Так, мы не можем передать, как мы благодарны вас за то, что так порадовали нас Юзитом. И в завершение вечера дядя хочет кое-что сказать. Совершенно верно. Мне по душе речь, Бильбо, о тебе. Эй, ты что, в облаках летаешь? А теперь Бильбо хочет кое-что объявить. Почему мы эту женщину постоянно закидываем яблоками? Отлично сказано, дядя. Давай, Гэндальф. Наш план сработал. Никто не запозорит, что мы избавились от этого старого Торбенса. Теперь-то Торбена круче наша, не так ли, Гэндальф? Да-да, давай разыщем сокровище старого Торбенса. Наша история подошла к концу. С того самого дня ни один хоббит больше ничего не слышал о господине Торбенсе, ни о старом странствующем фокуснике. Хотя, говорят, студенными тихими ночами со стороны праздничного дерева иногда доносятся звуки смеха и зван манять. Вот так вот. Теперь мы прочитали, что есть, что к чему. Окей. Вот такой вот квест именно с... Так, я получил марки, да, я знаю, именно... Сейчас сколько раз надо, по 10 раз. То есть еще как минимум посмотреть одно представление. Ну, понятно, в общем, что к чему. Стоять ждать нет. Это не в наших интересах. А квест мы получим, нет? Квест вообще был какой-то, я уже забыл, пока смотрел эту постановку. Как тебе наш спектакль? Что ты думаешь об Оде Старому Кровоклыку? Я понимаю, да, у некоторых актеров возникли определенные проблемы. Приходи завтра, уверена, все наладится. Хорошо. А вот это и надеюсь, сегодня тебе больше повезет ссоры с Оде Старому Кровоклыку. Жду не дождусь, когда же ты мне расскажешь о своих впечатлениях. Да нету, нету у вас Оде Старому Кровоклыку. Рассказывают по-любому опять то же самое будет о том, как Гэндальф помог избавиться от Бильбы. Странно, короче, на самом деле, да ладно. Хорошо. И теперь нам надо добежать до Снежков. И это будет, по идее, последний квест, который есть в Снежных Утесах. Давай быстрей, биги-биги-биги-биги-биги-биги-биги. Ну! А чё? Эй! Ты сломался, что ли? Чё это, а? На вражке. Вообще, пристенки уже надо ставить. У меня тоже есть салют. Где-то. А мой? Это мой салюта? Крутая салюта. Так, ну-ка-ну-ка-салюта. А то мы ни один не пускали. С Новым годом! Да, это мой салют цветной и красивый. Так, давайте битву с Снежком в ежедневное развлечение. Позволь тебя отвлечь на минуту! Уборщить битву Снежков низкий уровень сложности и высокий. Приветствую, ты можешь в ней участвовать. Ты можешь участвовать в битве Снежков столько, сколько захочешь. Но мою награду можно получить лишь раз в день. Выбери уровень сложности и в случае победы приходи за призом. А чё мне надо это сделать для победы? Простая. Привет, дорогой гость! Хочешь узнать об игре Снежки? С удовольствием тебя просвещу. После сигнала начала сражения игроки на поле боя получают возможность собирать с земли снег и лепить из него Снежки. Слепленный Снежок появляется в сумке. Выбери соперника правой кнопкой и щелкни по Снежку, чтобы бросить его. И тут же лепи новый. Можешь играть столько, сколько захочешь. Время не ограничено. А в чём тогда победа, собственно? А где мы бесконечный салют? Ну что, я его выкинул, ка хрена? Быть-то он не может... А, вот он. Жду. Слежите, крик, начало сражения. Ну-ка, давайте-ка ещё салютик один. Писто. И бесконечный. Что-то самое интересное, почему-то не у всех, по-моему, он есть, этот бесконечный салют. А у меня большой дыщ. Крутой салют. Мне нравится. Ещё минута осталась нам. Женя, началось... А-а-а! Рога не началось, чёрт побери. А чё делать-то? То есть мне чё, надо просто собрать десять снежков и десять раз пускать. Пульнуть в кого-нибудь? Ну, окей. Я думал, чё-то более сложное ща будет. Оказывается, нет. Что-то я не понял. А, у меня их и так уже три снежка. Давайте так херачить до упора. Хорошо, что тут останавливаться необязательно. Эй! Мой сугроб! Да, я и соберу сугроб. Иди нафиг, козлы! Чек. Получишь, гад. А, понятно. Короче, надо вначале собрать три сугроба. А потом уже... А потом уже, типа, кидаться снежками. А я всё сделал немного по-другому. Окей. Десять готово. Такой инвалид уже. Так, и... Отлично, Дягул. У тебя острый глаз. А твоим соперникам не помешает обогреться в огне. Ну, наверное. Просто я уже 25 уровень получил. Победить волков. А, это новое. Всё, пардоните. Я думал, что это за хрень ещё такая? Давай. Ну, что я могу сказать? В общем-то, и всё. На этом у нас всё завершается. Это был последний квест, насколько я могу видеть. Давайте, на всякий случай, всё в порядке. То есть, я раз в день могу либо сложное, либо лёгкое. Давайте я сейчас доеду до города. Посмотрю по месту, сколько там... Точнее, не сколько там, а если там ещё какие-то квесты. Ну, и, соответственно, если нету, тогда уже... На этом серии мы и завершим. Так, вот то, что мигает, это, насколько я знаю, это театр. Типа, бесконечно можно набивать жетоны. На самом деле, довольно длинное выступление, так что не удивлён, что их можно набивать бесконечно. Глашатой городской. Ну, наверное, и, в принципе, всё. В следующей серии я, наверное, то же самое сделаю, но уже по-быстрому. И... Побежим дальше по делам своим. Насущным. Ну что, на этом, собственно, всё. С вами был Вечтавсин. Это была игра Властелин колец онлайн. Всем спасибо за просмотр. Всем с Новым годом. И всем пока.